В нашей стране метрополитен осуществляет перевозки с 1935 года. В течение дня подвижной состав метрополитена испытывает огромные нагрузки, но бесперебойность и надежность его работы должны быть всегда постоянны. Для этого необходима четкая организация технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Фильм расскажет об устройстве и обслуживании основных узлов вагонов серии 81717 и 81714. Головной вагон с кабиной управления 81717. Промежуточный вагон 81714. На раме установлены боковые стенки. Лобовые части. Крыша. Кузов вагона металлический, сварной. При эксплуатации вагона на него действуют статические нагрузки от собственного веса и веса размещенного на нем оборудования, а также сильные динамические нагрузки. Поэтому рама кузова выполнена из продольных, поперечных и средних швеллерообразных балок и обладает высокой прочностью. Так схематично выглядит амортизатор подпятника тележки, укрепленный на раме кузова. Боковые стенки вагона собираются из вертикальных стоек, подоконных балок, верхнего пояса и обшивочных листов. Лобовая часть кузова представляет собой стальной штампосварной каркас. Крыша вагона полуфонарного типа, выполнена из омегаобразных дуг, опирающихся на верхние боковые пояса кузова и обшивки. В верхней ее части имеются продольные гофры жесткости. А теперь перейдем внутрь вагона. Пассажирский салон. Двойные стенки перегородки между кабиной машиниста и салоном образуют отсек, в котором размещается разное оборудование. В полу вагона имеются люки для осмотра и ухода за двигателями, редукторами и карданной муфтой. Наддверные люки позволяют проверять работу механизмов привода подвешивания и блокировки раздвижных дверей. Открывание и закрывание дверей производится прямодействующим пневматическим цилиндром, связанным с одной из створок дверей. В вагоне имеются четыре боковых проема с раздвижными дверями и по одной из творчатой двери в торцах вагона для служебного перехода. Через люк на боковой стенке проверяется работа бортовой сигнализации. Окна вагона застеклены плоским полированным стеклом толщиной 6 мм. По бокам салона расположены диваны. Они представляют собой каркас, состоящий из щековин, продольных связей и щитков, закрывающих под диванное пространство. Сидение состоит из каркаса и наполнителя. Снаружи подушки и спинки обтягиваются в винилист кожей с пониженной горючестью. Под диванами располагаются устройства принудительной вентиляции, которые включаются из кабины машиниста при длительных стоянках в тоннеле. Боручни изготовлены из стальных тонкостенных труб с хромированной поверхностью. Под крышей вагона расположены конструкции приточной вентиляции. Салон освещается люминесцентными лампами. Автосцепка вагона предназначена для механического сцепления вагонов друг с другом, для межвагонного соединения поездных проводов цепи управления и воздухопроводов. Сцепление происходит при сближении головки автосцепки одного вагона с впадиной другого и их зацеплении. В момент соприкосновения фланцев головок, замки обеих головок, сцепленные с серьгами, под действием возвратных пружин занимают рабочее положение. Точки повышенного износа автосцепки требуют постоянного внимания. Через служебную дверь можно пройти в кабину машиниста. Здесь расположен пульт управления, предназначенный для управления поездом с помощью элементов автоматики. Пульт управления машиниста серии 81717 состоит из семи блоков, имеющих каждую свою панель. Три верхних блока индикаторные, четыре нижних рабочие. В кабине расположены контроллер, контроллер резервного управления, низковольтный вольтметр, манометры, напорные магистрали и тормозного цилиндра, измерители скорости с соответствующими транспарантами, тумблеры включения радиооповещения и диспетчерской радиосвязи, кнопки управления раздвижными дверями, сигнальная лампа стояночного тормоза, лампочки контроля и тумблеры управления принудительной вентиляцией, кабины и салона. Каждый вагон имеет две двухосные моторные тележки с индивидуальным приводом на каждой оси. Тележка состоит из колесных пар, рамы, тяговых двигателей и тормозного устройства. Рама тележки состоит из двух продольных и двух поперечных балок из штампованных профилей коробчатого сечения. На балках расположены кронштейны для установки рычажно-тормозной передачи, кронштейны подвешивания двигателя и редуктора. Кронштейн редуктора требует особого внимания, так как в процессе эксплуатации возможно образование в нем трещин. Так выглядят тумбы, рамы тележки и поводковый узел. Поводковый узел удерживает колесную пару от перемещений. Тумбы и поводки подвержены большим динамическим нагрузкам и требуют повышенного внимания при осмотрах. В подрезиненном колесе обязательно должно быть установлено надежное электрическое соединение бандажа с диском. Редуктор колесной пары. Большая шестерня. Малая шестерня. Крышка редуктора. Тележки вагонов оборудуются пневматическим колодочным тормозом с двусторонним нажатием колодок на бандажи колес и стояночным тормозом. При подаче воздуха в рабочую камеру тормозного цилиндра поршень перемещается и через систему рычажной передачи осуществляется торможение. Тормозная колодка представляет собой штампосварной башмак на который напрессовывается фрикционный материал. Тормозное устройство на тережке состоит из четырех отдельных узлов рычажной передачи. Каждый узел состоит из тормозного цилиндра, рычагов с крайними колодками и подвесками, затяжек, оттормаживающего устройства и фиксаторов колодки. Стояночный тормоз или блок-тормоз. На вагоне устанавливается два блок-тормоза по одному на каждую тележку. В поездном положении происходит сжатие пружин под действием сжатого воздуха, поступающего из напорной магистрали в камеру. При этом положении блок-тормоз работает как тормозной цилиндр. Для затормаживания необходимо выпустить воздух из камеры блок-тормоза. Под действием пружины толкатель через поршень тормозного цилиндра приведет в действие рычажную передачу. Произойдет затормаживание. Техническое обслуживание и текущие ремонты подвижного состава выполняют в электродепо метрополитена, пути на которых производят осмотры вагонов оборудуют смотровыми каналами. Электродепо соединяется с линией метрополитена двухпутной веткой. перед въездом в депо необходимо убедиться в том, что ворота надежно зафиксированы. Движение осуществляется только по сигналу дежурного по депо с обязательной кратковременной остановкой. И, конечно же, нельзя перебегать пути перед идущим составом. Перед ремонтом оборудование подвижного состава продувается сжатым воздухом в специально оборудованных камерах. На метрополитенах СССР принята планово-предупредительная система ремонта подвижного состава, которая включает в себя техническое обслуживание, текущие и капитальные ремонты. Техническое обслуживание первого, второго, третьего объемов проводят для предупреждения отказов и поддержания подвижного состава в работоспособном состоянии. Текущие ремонты первого, второго, третьего объемов проводят для восстановления основных технических характеристик и работоспособности подвижного состава. Периодичность осмотров и ремонтов зависит от величины пробега вагонов. При движении на составе возникают большие нагрузки и вибрации во всех агрегатах, узлах и деталях, что приводит к износам и ослаблению крепления деталей. Первым на состав идет осмотрщик подвижного состава. После получения соответствующего инструмента линейки, зеркало, лупы, переносного фонаря, молотка осмотрщика начинается осмотр и простукивание всех узлов подвески. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok При подозрении на неисправность производится вскрытие буксы, проверяется состояние смазки и определяется дефект. Все ремонтные работы должны проводиться с обязательным соблюдением правил техники безопасности в спецодежде, в соответствующей обуви и головном уборе. Под вагоном можно работать только в каске. При осмотре вагона снизу обращают внимание на крепление всех деталей подвески. Простукивается и проверяется на нагрев редуктор. контролируется состояние карданной муфты и подшипников. Проверяются все болтовые соединения, наличие шплинтов, сварные швы, правильность работы узлов, состояние смазки. осматриваются и простукиваются узлы мотор-компрессора. Проверяется работа концевых тормозных кранов. Осматриваются скобы срывного клапана, которые должны быть на высоте 53-55 миллиметров. Осматриваются и при необходимости подтягиваются рукава, подходящие к срывному клапану. Осматриваются пневматические краны и главный резервуар. Уточняется дата последней ревизии. Осматриваются обратный клапан, пневматический цилиндр и все узлы устройства авторежима. Ревизия приборов и аппаратов электрического оборудования и узлов механического оборудования осуществляется в соответствии со сроками, указанными в правилах текущего ремонта и технического обслуживания мотора вагонного подвижного состава метрополитена. При внешнем осмотре рычажно-тормозной передачи обращают внимание на состояние шплинтов, креплений, а также на наличие смазки в узлах трения. Проверяются тормозные колодки. При повышенном износе и трещинах они заменяются на новые. В отпущенном состоянии колодки должны отходить от поверхности катания колеса на 6-8 миллиметров. В случае обнаружения дефектов на поверхности бандажа колесной пары по кругу катания без выкатки колесной пары из-под вагона на специальном станке производится устранение обнаруженных дефектов путем проточки. После этого производятся замеры на соответствие техническим условиям. Проверяется диаметр колеса и с помощью шаблона профиль бандажа. При обслуживании автосцепного устройства осматривают корпус и детали головки автосцепки. Проверяется работа фиксирующего устройства, состояние хомута и надежность его крепления. Здесь же проверяют подвеску электроконтактной коробки автосцепки и состояние уплотнительной резины. Осматривается соединение валика водила автосцепки и состояние шплинта. При нечеткой работе раздвижных дверей они регулируются с помощью пневматических кранов. Если необходимо, то через наддверные люки производят регулировку натяжения цепей. В кабине машиниста расположены аппараты управления пневматическим оборудованием. Проверяются краны напорной и тормозной магистрали и кран машиниста. Расчетное заполнение одного вагона 170 человек, а в часы пик до 300 человек. И это при собственном весе самого вагона 33-34 тонны. При такой загрузке состав из 8 вагонов может развивать скорость до 100 км в час. С этим могут справиться только мощные и тяговые двигатели. Передача вращающего момента от двигателя к колесной паре осуществляется через гибкое шарнирное соединение в карданную муфту. Через коллектор тягового двигателя проходят большие токи. При несоблюдении технологии ремонта в двигателе возникает повышенное искрение между щеткой и коллектором. Образуется круговой огонь с перебросом на корпус двигателя. Сгорает главный предохранитель и происходит снятие высокого напряжения с контактного рельса. Состав с данной неисправностью снимается с линии. При осмотре тяговых двигателей после снятия защитного кожуха проверяют состояние коллектора. В случае выработки коллектора производится его проточка прямо под вагоном. Устанавливается специальное переносное приспособление. Разъединяется карданная муфта тягового двигателя. После этого производится проточка коллектора. Для вращения якоря подается низкое напряжение. Затем прочищаются межламельные канавки и зачищается коллектор. После этих операций устанавливаются щетки. узлы протираются и продуваются сжатым воздухом. Мотор-компрессор служит источником сжатого воздуха для питания всех пневматических устройств вагона. Он представляет собой электродвигатель постоянного тока сочлененный с одноступенчатым двухцилиндровым компрессором. Компрессор имеет впускной и выпускной клапаны. При нормальной работе компрессора не должно быть постороннего шума и стука. Мотор-компрессор расположен под вагоном. При осмотре мотор-компрессора обращают внимание на состояние трех шпилек, которыми он крепится к раме вагона. Проверяется состояние крепления цилиндров компрессора. Контролируется уровень и состояние маслом. При необходимости производят долив или смену масла. Производится слив конденсата. при осмотре двигателя компрессора проверяется щеточный узел. Изношенные или имеющие механические повреждения и сколы щетки заменяются. После замены щеток измеряется их давление на коллектор. Оно должно быть от одного и двух десятых килограмма до двух килограммов. Сбоку вагона расположены токоприемники, предназначенные для съема тока с контактного рельса. Через детали токоприемника проходит потребляемый вагоном ток. При осмотре деревянного бруса необходимо следить, чтобы не было трещин и сколов. Осматриваются также другие детали токоприемника. Болты крепления башмаков и подвески бруса, держатель, кронштейн бруса токоприемника. Места с плохим контактом могут перегреваться. Необходимо тщательно осматривать изоляцию кабеля, пайку наконечника, подвеску силового кабеля. Если контактная поверхность башмака износилась до предельных размеров или образовались буртики или трещины, его меняют. После установки нового башмака регулируют расстояние относительно ходового рельса. Оно должно быть в свободном положении 182-188 миллиметров. В результате плохой затяжки гаек крепления башмака и его неправильной установки может произойти потеря контакта с третьим рельсом, что может привести к разборке схемы, задымлению и даже к повреждению контактного рельса. Поэтому токоприемник должен свободно перемещаться в шарнирах. При нажатии на башмак сначала должны сжиматься пружины держателя башмака, а потом включаться пружины подвески бруса. Средняя техническая скорость движения поездов метрополитена 41 километр в час. Интервалы между поездами 70-90 секунд. Частые остановки и пуски на станции требуют четкой и надежной работы схемы управления. осмотр в кабине машиниста начинается с контроллера. Эта рукоятка соединена с контроллером валом. Необходимо проверить его работу и надежность крепления, а также работу рейки кулачковых элементов. Проверяя контакторы нужно убедиться в отсутствии заеданий в шарнирах и роликах, надежности крепления подходящих проводов, в качестве монтажа и изоляции. При необходимости надо провести зачистку контактов с последующей протиркой и продувкой их сжатым воздухом. На пульте управления машиниста необходимо убедиться в четкой работе всех тумблеров, кнопок, выключателей. При их срабатывании не должно быть никаких заеданий. Проверяется работа якорей, реле, а также надежность срабатывания механизма фиксации и возврата реле. Проверяются и при необходимости заменяются плавки и вставки. автоматы теплового действия срабатывают при возникновении перегрузки в силовой цепи или в цепи управления. Проверяется четкость работы и фиксация в каждом положении всех выключателей. При необходимости подтягиваются крепежные винты. Производится ревизия выключателя управления дверей. За кабиной машиниста, где расположены блоки АРС, радиостанция, клеммовая рейка, провода и жгуты, проверяется наличие изоляции и отсутствие обрывов проводов. Проверяется состояние крепежа. На подвижном составе запрещается присоединять провода к зажимам без наконечников, плоских или пружинных шайб, а также прокладывать низковольтные и высоковольтные провода в одном пучке. Бесперебойная и безопасная работа подвижного состава на линии во многом зависит от состояния электрических аппаратов, расположенных под вагоном. Здесь установлены реле разных типов. Переключение в силовой цепи вагонов происходит с помощью реостатных контроллеров. Реостатный контроллер предназначен для выведения сопротивлений из цепи тяговых двигателей при тяговом режиме в процессе электрического торможения или для ослабления магнитного поля двигателей. Реостатный контроллер включает в себя мотор-сервы двигатель, двухступенчатый редуктор, соединительную муфту. Все узлы реостатного контроллера очищают, проверяют соединение всех узлов, наличие смазки в двигателе и редукторе, состояние кулачков и контактов. Переключатель положений предназначен для сбора схемы. Он подключает тяговые двигатели в ходовом и тормозном режиме к силовой схеме. При техническом обслуживании переключателя положений проверяют его работу, удаляют пыль и грязь, осматривают контакты и при необходимости зачищают. осматривают кулачки и дефектные заменяют. Для включения всей силовой цепи к третьему рельсу, а в случае перегрузки отключению от него, служит линейный контактор. Если обнаружатся дефекты в электропневматических вентилях, их ремонтируют или заменяют новыми. Проверяется состояние камер и катушек дуга гашения, пружин, манжетов. При осмотре линейного контактора надо обращать внимание на крепления и при необходимости затянуть их частей, механизмов возврата, состояние и крепления призм, пружин блокировочных контактов. Необходимо убедиться в надежности крепления реле к панелям, в качественном состоянии изоляции подходящих проводов и надежности их крепления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Реверсор предназначен для переключения направления движения в силовой цепи. При осмотре электропневматического реверсора контролируют состояние кулачковых элементов, проверяют четкость переключения с одной позиции на другую, крепление контактов и блокировочных пальцев. Блок питания собственных нужд и тиристорный регулятор обслуживает тиристорная группа электромехаников. Блок питания собственных нужд служит для преобразования напряжения контактной сети в 80 вольт постоянного тока и 220 переменного. От блока питания собственных нужд питаются вспомогательные цепи, цепи управления, люминесцентное освещение вагонов. От него же подзаряжаются аккумуляторные батареи. Блок очищают от грязи и пыли, тщательно проверяют крепление клеммовых рейк, состояние контактов, подтягивают накидные гайки. Регулятор тиристорный служит для ослабления возбуждения тяговых двигателей. Осматривая тиристорный регулятор, проверяют состояние крепления ящика силовых тиристоров, состояние изоляторов, датчиков, резисторов и подходящих проводов. Все узлы тщательно очищаются. Подтягиваются винты. во вспомогательной цепи стоит аккумуляторная батарея, предназначенная для питания цепей низкого напряжения. она состоит из 56 элементов, которые устанавливаются в ящиках по 8 штук. При осмотре батареи необходимо проверить крепление перемычек, подходящих проводов и зажимов. Перемычки должны быть смазаны техническим вазелином. Необходимо убедиться в отсутствии утечки электролита. После проведения ремонтных работ на состав подается низкое напряжение от аккумуляторных батарей для проверки схемы. Главный разъединитель отключен. Все аппараты работают без нагрузки. проверяется работа схемы вагона. Перед выдачей состава на линию на него подается высокое напряжение. Перед подачей высокого напряжения все должны покинуть канаву. Делается запись в журнале. Подается звуковая сигнализация. Производится оповещение по радио. включается световая сигнализация. Одевается удочка. И только после этого подается высокое напряжение. после подачи высокого напряжения в депо необходимо быть предельно внимательным. при подаче высокого напряжения по показаниям манометра в кабине машиниста проверяются работа мотор-компрессора, наличие давления в напорной и тормозной магистрали, работа тормозов, дверей, проверяется освещение вагонов. после этого состав может быть выдан на линию. качественное выполнение работ при осмотре и ремонте оборудования и аппаратов подвижного состава гарантия надежности его на линии. �х вагонбасс вагонбасс Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok